Ну где вы увидели мое злорадство относительно БДК Новочеркасс? То есть, конечно, вот этот квест собери по деревьям Феодосии 500 килограмм ливера и собери экипаж большого десантного корабля Новочеркасс я позабавил. Разве что это злорадство, это просто судьба летучего корабля довольно-таки. Памятники этого летучему кораблю по всей Феодосии растыканы, а экипаж соответственно на небеса представился возгонкой из твердого газообразной аминуя жидкое. Хотя жидкое наверное там тоже было, когда пакет это не сразу взорвалось, там же еще горел. Но в принципе меня это не удивляет, у нас вообще тут для россиян такой бермузский треугольник, исчезают там не только кораблей. Вот смотрите, вот там начиная Сынькивки, там под Кутанском, потом Авдиевка и Крынки. Вот это вот такой бермузский треугольник. Представляете на карте Кутанск вверху, да, Сынькивка, потом Авдиевка и вот здесь уже западнее Крынки. Крынки, ну это ж понимаешь, это ж просто не знаю, тут я сейчас специально посмотрел на карту, полез посмотреть Сынькивка, да, то есть год назад, я помню там этот, как его, Калаврат, говорил мне, да мы в 7 километрах там этот московский, этот Калаврот блин, Калаврот блин, да, и в паде Калаврот. Он говорил, да мы в 7 километрах от Купенска, а я там жил-то какое-то время, я там лет 15, Ковшировка, Купенске, я там работал при Войтюке на железной дороге на механизированном участке, еще в прошлом веке, в прошлом тысячелетии. То есть я знаю, какая-то местность и что-то, вот они до Сынькивки этой, с Вильшаны, они идут год, с апреля прошлого года, 23-го, сейчас 24-го уже, то есть они идут, идут, я посмотрел, списали, сколько же они за год прошли, километр, то есть вот назад они были в 7 километрах от Купенска, а сейчас они тоже в 7, если до промстроя считать, 3-го. И я понимаю, почему, потому что, понимаете, Сынькивка, они как-то еще там, это для них цель, вижу цель, не замечаю препятствий, Сынькивка, это же для русского уха, как звучит вообще, Сынькивка, там, я думаю, Синяков там валяется, видели вот это видео, 79 человек, одним коптером снято, 79 российских трупаков валяются, блин, нафиг, пузырятся, это прекрасное зрелище вообще, у нас Чернозема всегда в Украине было много, благодаря таким вот русским поставкам, российским там, я не знаю, немецким, татарским, а гупан-то у нас было до хрена, с черноземом метр слоя, и вот они валяются, но на Сынькивку их тянет, но дальше-то следующий до Купенска, какой населенный пункт, Голубивка, ну как они пойдут на Голубивку, ну вы представляете себе, вот этот Герасимов генерал говорит своему муму, мы взяли Голубивку, мы пошли на Голубивку, у них же там запрет ЛГБТ, голубой щенок не поймет его, нефига, понимаете, Сынькивка до Голубивки, это непроедолимое препятствие, его не поймут просто, его, на его шконге, Авдиевка, что с Авдиевкой, тоже с ним получится, они не понимают, как расшифровывается Авдиевка, ДИЯ, ДИЯ, ДИЯ это украинский ресурс, ДИЯ, ну там как госуслуги у россиян, да, у нас ДИЯ, но там биометрические данные надо, чтобы туда попасть, надо в ДИЯ, надо биометрические свои данные вводить, и вот россияне тужатся, тужатся, уже биоматериал свой там разбросали, это ДНК, блин, двумя слоями, друг на друге лежат трупаки под Авдиевкой там вокруг, но их туда не пускают, потому что, ну они же не украинцы, ДИЯ это же украинский ресурс, Авдиевку только украинцы попадают, понимаете, а россияне сколько бы они там своего биологического материала, какими слоями не ложили, они туда их не пропускают, понимаете, они хакеры те еще, и что у нас крынки, крынки, это же прекрасный анекдот, когда женится хлопак, первая брачная ночь, он приходит после этого к бате, и говорит, батя, не лиза, он говорит, ну что ж ты сынку, ну ты там в крынку для початка, там, зи сметанку, чтоб воно так голоденько пришло, и на следующий день он говорит, батька, не лиза, да я ж тебе казал в крынку, и в крынку, не лиза, вот это же сейчас с россиянами то же самое, дуды лизы, понимаете, они туда, их оттуда, так что этот бермузский треугольник будет с вами, блин, россияне, блин, как с БДК, там, все будет прекрасно, ждите нас в Москве, орки хреновые.